Ведение нового храма Книга пророка Иезекииля, 40 глава с 1 по 49 стих. В 25 году по переселении нашим, в начале года, в 10 день месяца, в 14 году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божьих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания. И привел меня туда, и вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж, сын человеческий, смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву. И вот, вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в шесть лохтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью. И намерил он в этом здании одну трость толщины и одну трость вышины. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их, и нашел меры. В одном пороге ворот одну трость ширины, и в другом пороге одну трость ширины. И в каждой боковой комнате одна трость длины и одна трость ширины, а между комнатами пять локтей, и в пороге ворот у притвора ворот внутри одна же трость. И смерил он в притворе ворот внутри одну трость, а в притворе у ворот намерил восемь локтей и два локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма. Боковых комнат у восточных ворот три с одной стороны и три с другой. Одна мера во всех трех, и одна мера в столбах с той и другой стороны. Ширины в отверстии ворот он намерил десять локтей, а длины ворот тринадцать локтей. А перед комнатами выступ в один локоть, и в один же локоть с другой стороны выступ. Эти комнаты с одной стороны имели шесть локтей, и шесть же локтей с другой стороны. Потом намерил он в воротах от крыши одной комнаты до крыши другой двадцать пять локтей ширины, дверь была против двери. А в столбах он насчитал шестьдесят локтей, в каждом столбе около двора и у ворот. И от передней стороны входа в ворота до передней стороны внутренних ворот пятьдесят локтей. Решетчатые окна были и в боковых комнатах, и в столбах их, внутрь ворот кругом. Так же и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах пальмы. И привел он меня на внешний двор, и вот там комнаты, и каменный помост кругом двора был сделан. Тридцать комнат на том помосте. И помост этот был по бокам ворот, соответственно длине ворот. Этот помост был ниже. И намерил он в ширину от нижних ворот до внешнего края внутреннего двора сто локтей к востоку и к северу. Он измерил так же длину и ширину ворот внешнего двора, обращенных лицом к северу, и боковые комнаты при них, три с одной стороны и три с другой. И столбы их, и выступы их были такой же меры, как у прежних ворот, длина их пятьдесят локтей, а ширина двадцать пять локтей. И окна их, и выступы их, и пальмы их, той же меры, как у ворот, обращенных лицом к востоку, и входят к ним семью ступенями, и перед ними выступы. И во внутренний двор есть ворота против ворот северных и восточных. И намерил он от ворот до ворот сто локтей, и повел меня на юг, и вот там ворота южные, и намерил он в столбах и выступах такую же меру. И окна в них, и в преддвериях их, такие же, как те окна, длины пятьдесят локтей, а ширины двадцать пять локтей. Подъем к ним семь ступеней, и преддверия перед ними, и пальмовые украшения, одно с той стороны и одно с другой, на столбах их. И во внутренний двор были южные ворота, и намерил он от ворот до ворот южных сто локтей. И привел он меня через южные ворота во внутренний двор, и намерил в южных воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их, той же меры, и окна в них, и в притворах их были кругом. Всего в длину пятьдесят локтей, а в ширину двадцать пять локтей. Притворы были кругом длиною в двадцать пять локтей, а шириною в пять локтей. И притворы были у них на внешний двор, и пальмы были на столбах их. Подъем к ним в восемь ступеней. И повел меня восточными воротами на внутренний двор. И намерил в этих воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их были той же меры, и окна в них, и в притворах их были кругом. Длина пятьдесят локтей, а ширина двадцать пять локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их, с той и другой стороны. Подъем к ним в восемь ступеней. Потом привел меня к северным воротам, и намерил в них ту же меру. Боковые комнаты при них, столбы их, и притворы их, и окна в них были кругом. Всего в длину пятьдесят локтей, и в ширину двадцать пять локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их, с той и с другой стороны. Подъем к ним в восемь ступеней. Была также комната со входом в нее, у столбов ворот. Там омывают жертвы все сожжения. А в притворе у ворот два стола, с одной стороны, и два с другой стороны. Чтобы заколать на них жертвы все сожжения, и жертвы за грех, и жертвы за преступление. И у наружного бока при входе, в отверстие северных ворот, были два стола. И у другого бока, подле притвора, у ворот два стола. Четыре стола с одной стороны, и четыре стола с другой стороны. По бокам ворот всего восемь столов, на которых заколают жертвы. И четыре стола для приготовления все сожжения были из тесаных камней, длиною в полтора локтя и шириною в полтора локтя. А вышиною в один локоть. На них кладут орудия для заклания жертвы все сожжения и других жертв. И крюки в одну ладонь приделаны были к стенам здания кругом, а на столах клали жертвенное мясо. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе, сбоку северных ворот, одна обращена лицом к югу, а другая сбоку южных ворот, обращена лицом к северу. И сказал он мне, это комната, которая лицом к югу для священников, бодрствующих на страже храма. А комната, которая лицом к северу для священников, бодрствующих на страже жертвенника, это сыны Садока, которые одни из сынов Левия приближаются к Господу, чтобы служить Ему. И намерил он во дворе сто локтей длины и сто локтей ширины. Он был четырехугольный, а перед храмом стоял жертвенник. И привел он меня к притвору храма, и намерил в столбах притвора пять локтей с одной стороны и пять локтей с другой. А в воротах три локтя ширины с одной стороны и три локтя с другой. Длина притвора в двадцать локтей, а ширина в одиннадцать локтей. И всходят в него по десяти ступеням, и были подпоры у столбов. Одна с одной стороны, а другая с другой. Размышления, часть первая Возвести все, что увидишь Книга пророка Иезекииля, 40 глава, с 1 по 4 стих Последняя часть пророчества Иезекииля описывает новый храм, новое служение и новое распределение уделов между израильскими коленами. Это видение нового порядка начинается с нового храма и заканчивается воцарившимися там Божьим присутствием. Иегова Шамма Господь там Это обетование дает надежду и ободрение среди невзгод и напоминает, что Бог творит будущее, определяет настоящее и искупает прошлое. В видении все показано в таких подробностях, словно будущее уже наступило. И это напоминает, что исполнение Божьих обетований – лишь вопрос времени. Бог восстановит свой народ и обратит его к себе. Последнее видение Иезекииля внушает надежду и ободрение. Как оно может поддержать вас в тяжелое время? Размышления, часть 2. Новый храм Книга пророка Иезекииля, 40 глава, с 5 по 49 стих. Новый храм в видении Иезекииля похож на храм Соломона, который был построен в славные дни Единого Царства. Исследователи предполагают, что новый храм символизирует восстановление Божьего Царства, каким оно было во времена Соломона, потому что Израиль ждет дня искупления и возрождения. Но мы знаем, что Бог не хочет быть ограниченным лишь зданием. Он желает жить не только в нем. Новый храм станет местом истинного поклонения, где Божий народ будет поклоняться в духе и истине. Слава нового храма будет гораздо больше, чем слава храма Соломона. И в нем будет постоянно пребывать Божье присутствие. Новый завет говорит, что мы есть храм Святого Духа. Настолько ли в порядке ваше сердце, чтобы поклоняться в духе и истине, исполнившись Святого Духа? Молитва. Бог Отец, Ты всемогущий Бог, Ты искупаешь и восстанавливаешь нас, только Ты правишь временем и вершишь историю. Дай своему народу сны и видения, и злей Святого Духа, и открой свои источники милости и благословения. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Продолжение следует...